Добрый вечер. Женевский автосалон. Событие в автомобильной жизни номер один. Поэтому несколько слов о нем. Причем слов будет много. Не обманывайтесь на якобы несколько. Хотя, конечно, телефон студии 6510996, но все-таки о Женеве. В Женеве все то, что происходит, делится на три условных таких информационных пласта. Для самых умных самое интересное, это, конечно, технологии, тенденции, намерения, то, о чем думают сейчас фирмы. Они не всегда это выставляют в подробностях на показ, но, так или иначе, они этому уделяют основное внимание. На каждом стенде что-нибудь любопытное есть. А также еще два пласта информации. Это премьеры для людей и премьеры для пижонов. Для пижонов это всякие там Феррари, Ламборгини, Бентли и Роллс-Ройсы. Они будут на всех обложках. По этому поводу будет очень много сломанных копий. Будут ходить люди, тыкающие пальцем в какой-нибудь очередной Бентли, и говорить, что в Париже так не носят. Ну, конечно, это разве Бентли? Вот в мои-то времена. И так далее. Речь даже не об этом. Речь все-таки о главном, о том, что видно на женевском автосалоне между строк. Во-первых, видно, что Китай теперь уже другой. Китай лез, пер и нагле чел в Женеве. Достаточно безуспешно пытался выкупить очень хорошие себе площади и встать рядом с приличными фирмами, но каждый раз не дотягивал в размахе и вот как-то так на, может быть, даже не на рубль, а на полрубля достигал, конечно, совсем копеечного результата. То машинка ржавенькая, то идея дурацкая, то информация недостоверная. А вот теперь произошло очень качественное изменение китайщины в принципе. Стало меньше шпионов, не то чтобы их истребили по туалетам всех, но их стало настолько мало, что они перестали мешать, то есть почти до нормального числа они дошли, и они перестали заниматься своим традиционным ремеслом, а именно инструментальным замером новинок. И вот китайских стендов с чудовищами нет, китайских журналистов с линейками нет, и тем не менее, конечно же, Китай присутствует, только совершенно по-другому. Там наконец-то стартовала чисто европейская, очень чистых линий, красиво сделанная, аккуратно собранная машина нового бренда Корус. Это еврейско-китайская машина. Две фирмы, Джили и еще одна израильская компания ее придумали. Но вот именно она и показывает эта машина, то, какое теперь направление избрал Китай. Он перестал воровать, по крайней мере, так массово в открытую, он перестал шакалить по углам, Китай разбогател, и теперь Китай будет покупать специалистов. Китай идет вот нашим советским путем. Никто не думал, что китайцы настолько будут усердными учениками. Китайцы оказались чрезвычайно усердными учениками, и сейчас они доктрину СССР времен НЭПа донашивают полностью. Если помните, что такое НЭП? НЭП это период, когда и после НЭПовской, какая-то первая часть, это момент, когда индустриализация нашей страны шла за счет крестьянства. То есть крестьян отдали в заложники на растерзание, на уничтожение в пользу рабочих. Крестьяне могли подыхать, рабочие должны были не голодать, они должны были ковать щит и промышленность Родины. В Китае происходит то же самое, именно поэтому Китай, спрятанный от туристов, пашет на валах, не имеет электричества, а мы, тем не менее, ездим с применением большого количества китайских товаров. Пользуемся некоторые из нас, по крайней мере, айфонами, ездим на машинах, не всегда подозревая, что там китайское сердце, пламенный мотор и так далее. То есть вот этот экономический момент в политике тоже очень наши ученики видны, наши уши торчат. Вот эта манера врать по любому поводу о своем величии и превосходстве, Советский Союз этим занимался и учил китайцев. Китайцы тоже всем рассказывают о том, что у них самая грандиозная армия, самые грандиозные великие китайские стены, самая грандиозная тушенка, самые грандиозные космические корабли и самый грандиозный автомобильный рынок, при том, что этот рынок статистически закрыт, и посчитать, что же там происходит на самом деле, невозможно. Хотя, конечно, результат это есть, потому что тот же самый айфон, он китайский. И вот в автопроме происходит то же самое, точно то же самое, что и происходило в период строительства основных автомобильных заводов в СССР. Помните Великая Депрессия? На Олл-стрит банкиры массово вываливаются из окон, и в этот момент появляются русские и говорят, слушайте, а давайте у нас заводы строить. Генри Форд, а давай-ка заводик. И, конечно, попахивает коллаборационизмом, вообще-то даже измены родине и идеологии, и вроде бы враги, а кушать хочется. И самое главное, нос ворочали ровно до тех пор, пока советские представители не говорили, ребят, зарплата-то в три конца. Китайцы делают то же самое. Китайцы не столько теперь воруют, не столько воспроизводят чужое, они понимают, что на вызревание собственного кадрового элемента, собственного технологического понимания того, как делается автомобиль, у них уйдет гораздо больше времени, чем на закупку специалистов. Все. Раньше русские ходили и покупали завод Генри Форда под ключ, а теперь китайцы. Пришли китайцы и породили новый бренд Корус. И этот Корус, он не имеет никакого отношения к тому, что мы подразумеваем по традиционным китайским автомобилям. Это новый бренд, это не патентованный BMW, который производится для внутреннего китайского рынка и похож на BMW. Это не патентованный Volvo, который производится для внутреннего китайского рынка и очень похож на настоящий Volvo. Это другой автомобиль с новым наполнением, китайский, и он похож на европейскую машину. Работают над ним предатели. Предатели из BMW, предатели из Volkswagen. Это люди, купленные за тройной оклад. Технологические подходы великолепные. Завод построенный очень интересный. И все сделано с размахом. Главное, чтобы теперь у них не кончились деньги. От себя пожелаю, чтобы они кончились как можно скорее. Но ничто тому не свидетельствует. Тем более, что ребята настолько наглые, как те самые пресловутые 100 китайцев из русской поговорки, не зря они, евреи, взяли союзники. Ведь полезли-то они моментально собачиться с корейской Киа и выиграли у нее суд в Европе, запретив корейцам пользоваться своим названием. У них точно такой же созвучный корис. Это флагман Киа. Он имеет на внутреннем рынке название К9. Все, нельзя. В России еще туда-сюда. А вообще-то в Европе уже запрещено. И это сделали кто? Это сделали тихо потявкивающие китайцы, про которых вчера еще никто всерьез и думать не мог. И это очень важная тенденция Женевского автосалона, которая определяет, насколько перенацелились китайцы на европейский рынок и с каким оружием они будут вторгаться теперь уже на наши рынки. Поскольку подобный автомобиль, он напоминает даже не ранних корейцев, а корейцев средних, которые были, наверное, в конце 20 века, они уже у нас здесь ездили, прилично собранные, интересно сработанные, грамотно задуманные. Мы не знаем ресурсов, мы не знаем, как быстро это все поломается, в каких климатических условиях это выживет или не выживет, но видно, что ядерная боеголовка перенацелена. Это тенденция номер один. Она китайская, тревожная и она важная, поскольку в Европу они, конечно же, придут. Тенденция номер два – это вот те технологии, которыми раньше пугали. Феррари три года тому назад показала гибрид, тем самым с одной стороны насмешила, с другой стороны напугала. Было понятно, что это просто абсолютная ерунда, когда Феррари занимается подобной ахинеей. Но это был заказ зеленой технологии, ну как же, как же. Вот эта вся ерунда закончилась, и даже не было отдельного павильона впервые за последние несколько лет на Женевском автосалоне не было специального альтернативного павильона, потому что альтернативные технологии либо теперь уже стали серийными, либо они перешли под крыло профессионалов. Они перестали быть уделом частников, которым было любопытно поиграть в эту игру. И вот здесь очень любопытно, что показал Citroën. Потому что технология Citroën, она потрясает своим чисто французским юмором. Американцы много лет тому назад придумали гибрид. Они взяли бензиновый мотор, взяли электрический, и совместили все это в одном автомобиле, увидели, что это тупик, выкинули на свободный рынок патентованных продаж, мимо пробегали японцы, японцы подхватили, получился у них автомобиль под названием Toyota Prius. Вот уже скоро 20 лет, как они с этой идеей возятся, довели ее до определенного уровня совершенства, даже начали получать какую-то прибыль. А тут появились французы, которые сказали, а давайте мы этот самый принцип тоже используем, но по-другому. Ведь машина, которая имеет в себе электрическую составляющую, тащит на себе полтонны аккумуляторов. И какого бы размера она ни была, она всегда перетяжелена, и это очень сложно и конструктивно, и по массе. И с какой стороны ни посмотри, очень серьезная проблема эти аккумуляторы. А наполняется аккумулятор чем? Он либо работает от гибрида, ну вот разные гибриды есть, как, например, Opel Ampere, когда нет физической связи между колесами и двигателями внутреннего сгорания, либо как у Prius, когда рекуперативный момент наполняет аккумуляторы, и так или иначе аккумуляторы есть и в этой схеме, и в той схеме они тяжелые, их нужно заряжать. А если вместо электричества, вместо аккумулятора использовать воздух? Взять баллон, и пусть рекуперативный момент торможения не аккумуляторы заряжает, а как насос обычный, наполняет бачок воздухом, сжатым, плотненьким. И когда нужно, ты поедешь на воздухе, а не на электричестве. И французы из Citroën, они сделали машину под названием Hybrid Air, и они показали эту технологию, уже готовую к употреблению. Они очень лукаво поступили, они сказали, посмотрите, как здорово, во-первых, средний расход топлива 2,9 литра на 100 километров. Блестяще. Раз. Второе. Вам, например, нужно быстро обогнать, вы едете по горной дороге, или неважно, по какой-то дороге, нужно кого-то обогнать, вы вышли в левый ряд, наступили на что? На ту самую кнопочку, которая подключает пневмо, моторчик, и теперь с удвоенной силы машина выстреливает. То есть выскочил, выпрыгнул, встал в свой ряд. Прервусь на новости, на рекламу, потом дорасскажу. Женевский автосалон. Продолжаю рассказывать глазами очевидца о том, что там посмотрел. Я закончил предыдущий отрезок на совмещении технологии воздушного шарика с двигателем внутреннего сгорания в исполнении Citroën. Citroën блестяще справился с этой задачей. И вот когда Citroën-овцы показали машину под названием Hybrid Air и рассказали о двух способностях, двух вот этих плюсах, которые позволяют не таскать на себе большую массу, быстро ускоряться и технологически, изящно все это оформили в кузове Citroën C3 рестайлингового, они умолчали о третьей составляющей, которая на самом деле не менее важна. Дело в том, что в 2018 году в Европе грянут евростандарты Евро-7. Это ужасно, потому что они подразумевают зоны в городах в первую очередь с нулевым выбросом, так называемый Zero Emission, где нельзя ездить ни на чем, кроме роликовых коньков, велосипедов, инвалидных колясок, ну, может быть, там еще с собачкой гулять, пешочком. А вот, например, у тебя машина. И как раз все гибриды на сегодняшний день они адресованы в первую очередь для того, чтобы преодолеть на, например, электрической тяге, таща на себе полтонны батареек, эту самую Zero Emission, вот эту вот самую зону нулевого выхлопа. Но на пневме ты это сделать будет еще проще, изящней и приятней. И данная технология в Ситроене уже готова. Осталось ее только довести до того уровня, когда она по деньгам становится уже доступной абсолютно любому любопытствующему. Что приятно, вот она, технология есть, и в ней реализована, ведь, в том числе, остроумие в чем? Не только в том, что они обошли японцев, снизив массу изделий, а в том, что они туда поселили ту самую знаменитую кнопку имени Джеймса Бонда, когда ты на нее нажимаешь, и машина обретает зверскую силу, например, для какого-то обгона. И делает это за счет того, за счет чего по квартире по хитрой траектории обычно мечется выпущенный ребенком из рук воздушный шарик. Получается, так же наглядно и так же симпатично. Еще одна любопытная тенденция, которая на Женецком автосалоне была достаточно заметна, это новости в будущем времени. Очень многие фирмы перешли не на регулярность премьер, а на обещание регулярности премьер. А мы вот сделаем. А мы через год тоже сделаем. А мы, кстати, еще через год опять сделаем. И лидером по новостям в будущем времени выступает Форд, который нам обещает новый Мондео уже в течение двух лет, постоянно перенося сроки. На сегодняшний день заявлено, что в конце 2014 года новый Мондео, который в Америке уже вовсе выпускается под другим названием, придет и к нам. И вторая составляющая этих обещаний это машинка под названием Экоспорт. Маленький кроссовер, сделанный в форм-факторе нашей Аки. И его тоже обещают, тоже обещают, тоже обещают, но там любопытная особенность в том, что здесь скрестились сразу отголоски ряда других тенденций. А именно желание сэкономить, с одной стороны, войти в новый для себя класс, предложить модный товар, поскольку кроссоверы этого типа размера, они актуальны и интересны, но при этом жлобство души так, что хочется разместить производство автомобиля где-нибудь уже в совсем убогом месте, где рабочие в принципе бесплатные. Попробовали в зоопарке, но там выяснилось, что не всех животных можно этому научить. перенесли в Индию и в прошлом году показывали на автосалоне в Париже эко-спорт, сделанный в Индии. Чудовище абсолютное, ну просто катастрофа. В салон когда заглядываешь, ты понимаешь, что москвич 2141 по качеству литья пластмассы был на порядок выше. Сейчас перенесли производство в Бразилию, притащили этого кракозавра, показали, ну метров с 15 отлично смотрится, метров с 5 настораживает, метров с 2 вызывает оторопь, при проникновении внутрь скупую мужскую слезу. Сейчас московский офис спорит с головной штаб-квартирой по поводу типа привода. Машина есть и 4х4, есть 4х2. Наши говорят, слушайте, давайте вот этого кракозавра хотя бы в полном приводе привезем. Те упираются, говорят, да, это возможно, но будет дорого. Очень любопытная игра, Ford занимается этим уже на протяжении нескольких лет. Несколько дополнений. Второй год подряд точкой подведения итогов в выборе автомобиля года. Тот самый печально знаменитый Car of the Year. Это такое довольно позорное мероприятие, оно существует в 60-х годах и знаменито тем, что главные редакторы, собирающиеся для определения лучшего автомобиля, практически всегда промахиваются. У них какие-то настолько свои сугубо профессиональные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, что мундир у них несмываемым позором заляпан многократно в несколько слоев такого неприятного коричневого цвета с легким ароматом. И каждый раз, когда они в очередной садятся за стол, говорят, давайте выберем машину года. Понятно, что содрогание они испытывают, поскольку очень не хочется подставляться, не удается. Но, конечно, самое серьезное пятно, помеченное 75-м годом, когда эти глубоко профессиональные люди получили на рассмотрение кандидатуру тогда еще первого поколения Volkswagen Golf. Они посчитали, машинка, конечно, неплохая, но Citroen CX будет лучше. И автомобилем 75-го года они назвали Citroen CX. Volkswagen Golf тогда получил второе место. То есть, всего профессионализма этих людей не хватило для того, чтобы понять, какая же здесь машина на самом деле золотая. А с тех пор как раз сегмент C европейский так и называется Golf-классом. Поэтому, когда теперь появляется где-нибудь в номинантах Volkswagen, конечно, эти люди относятся очень внимательно к подобному кандидату. В результате маститого анализа автомобилем года назначен Volkswagen Golf 7-го поколения. Ну, молодцы, ребята. Понятно, что памперсы еще не просохли у уже которого по счету поколения главных редакторов начиная с 75-го года. Мне очень понравилось, как отметили 65-летие Лендровера. Интересная марка, Defender до сих пор в строю. Не сильно он, конечно, отличается в том числе внешне от того первого, который тогда еще был совсем маленьким, крошечным и утлым. Молодцы Лендроверсы, что они эту утилитарность сохранили и сделали ее теперь уже привлекательной имиджевой чертой. Мне понравилось, как на это среагировали, во-первых, на заводе, во-вторых, тюнингеры. На заводе сделали электрический 110-й Defender. У него под капотом мотор, батарейки. И это получился самый брутальный электромобиль. Он на 100% электрический. То есть у него нет никакого двигателя внутреннего сгорания. Получился шикарный внедорожник с тягой троллейбуса, что и требуется. Запас хода, ну, они измеряют его в часах, говорят, на 8 часов хватает. На самом деле, ну, так километров, наверное, на 50, на 70 хватит. То есть едешь по саванне, доехал до пальмы, из пенька выдернул розетку, быстренько подзарядился, поехал дальше. Но с точки зрения реализации крутящего момента идея очень здравая. Не менее здорово сделали ребята из тюнингового ателье, которые взяли и пришпандорили Defender'у физиономию от так называемой третьей серии. Красиво получилось. Ну, и были еще одни, которые решили добавить брутальности, зачернили все, как смогли. Фотографии, если хотите, у меня в Фейсбуке можно найти, посмотреть. Любопытная очень тенденция. Наконец-то на аванс-сцену вот в люди вышли автомобили для инвалидов. До японского уровня еще пока Европа не дошла. Понятно, что инвалид только в нашей стране это враг, которого нужно уничтожить. Его не добила жизнь, его должно добить государство, потому что он никто, он мешает, он потребляет деньги, он отвлекает на себя ресурсы и финансовые, и человеческие, и профессиональные, и врачи должны им заниматься. Поэтому чем быстрее инвалид в России сдохнет, тем лучше. У нас и живые-то никому не нужны, а больные и убогие тем более, пенсии еще платить. В Европе не так, в Японии кардинально не так, и в Японии производством автомобилей для инвалидов занимаются на основном производстве, то есть на конвейере. Этим занимаются все. Вот сколько есть фирм в Японии, вот столько у них есть разных подходов и интересных способов реализации автомобиля для инвалидов. Причем инвалиды это же не обязательно, человек, который получил травму по жизни. Это бывает просто пожилые, в Японии пожилых много, они тоже должны ездить с комфортом, для них классные машины, очень удобные, с хорошими креслами и автопогрузчиками предлагаются наравне со всеми остальными. В Европе раньше подобная техника стояла в том числе на Женевском салоне, где-то в закутке. Сейчас она стоит уже посредине. Приходишь и видишь. Причем два направления. Первый это для доставки инвалида, вторая категория техники, она под управлением инвалида. Для доставки это обычно минивэн, специальный трап и электрические помощники, которые позволяют закатить туда кресло, чтобы человек спокойно ехал, смотрел, не чувствовал себя, например, привязанным к носилкам. Вот он сидит и в окошечко любуется на транспортный поток. А вот представьте себе Volkswagen Amarok. У него в кузове стоит погрузчик и водитель-инвалид подъезжает к своему Amarok, нажимает несколько кнопок, пересаживается в специально выехавшее водительское кресло, пристегивается к нему, погрузчик, он же кран, ставит в кузов инвалидное кресло, а электрифицированное водительское инвалидное кресло аккуратно сажает человека за руль и инвалид на своем Amarok едет, хочет поджиповать, хочет в дальнюю деревню или куда-нибудь в горы, но он едет на приличном, хорошем автомобиле, комфортабельном и качественном. Он не изгой. Это очень редко и нам, конечно, по большому счету пока еще непостижимо. Из Люцерны привезли небольшую историческую экспозицию автомобилей-анфибий. Раньше была историческая составляющая довольно неплохая, но несколько лет тому назад, до кризиса восьмого года, был Женевский автомобильный музей. Он, к сожалению, разорился, он состоял из частных коллекций, но оплачивать эти машины возможности не было, закрылся. Историческое присутствие стало теперь достоянием конкретных фирм, которые считают нужно подчеркнуть свою историю, что-то привезти, но это мало и редко. И в этом году как раз тенденция была обозначена, наверное, в нижней точке падения. Всего шесть исторических машин было. Но отдельно из музея транспорта Люцерны пришедшие четыре амфибии, это, конечно, было интересно, и швейцарцы за точку отсчета взяли немецкий Schwimwagen, это Volkswagen тип 166 43-го года, сделанный для Вермахта, плавающий Volkswagen. Вот он, пожалуйста, можно было прийти и посмотреть, как он реализован, причем в хорошей степени сохранности, с высокой степенью аутентичности, с грибным винтом, с деревянным веслом. Очень классно, цвета хаки, как полагается. Здесь же немецкий Амфикар 60-х годов, 770-я модель, маленькая лодочка, изящная, гражданская. Здесь же Кроко 80-го, это два металлических ящика, где дизайнеры смогли при простоте форм добиться брутальности облика. И это плавающий автомобиль. Пожалуйста, смотрите на него. И, конечно, Rinspeed Splash 2004-го, машина на подводных крыльях. Представьте себе, 200 км в час по суше и 80 км в час по воде. Чрезвычайно редкий экземпляр. Серийное производство было освоено, но, конечно, из-за цены все это осталось на уровне небольшого, несерьезного эксперимента. Перерыв на новости. Женевский автосалон, картинки с выставки, он до 17-го числа открыт. Многие из вас еще успеют приехать в Женеву и посмотреть, что там и как. Несколько концепт-каров очень любопытных было. Для нас самым перспективным и достоверным Mitsubishi L200. Пока он называется грудой всяких разных букв, которые не складываются ни в какое слово, но машина любопытная. Самое главное, что остался пикапом, остался на раме, получил дизель и немножечко гибридности, но это в качестве шоу-кара понятно, простительно. Машина визуально раза в полтора больше нынешней, что здорово, абсолютно логично. Еще немножко, конечно, брутальность будет утрачена, но машина придет на конвейер. И вот какое-то время тому назад мы встречались с представителями фирмы Mitsubishi, они приехали специально в нашу страну, мы основной рынок для Mitsubishi, тем более для внедорожников. Они задавали вопросы, как нам видится следующее поколение и Pajero, и L200. Мы по этому поводу какое-то количество советов, надеюсь, полезных им дали. И в том числе мы им рассказывали, что не надо делать из этой машины финтифлюшку, пусть она останется серьезным помощником по хозяйству. Не важно, что пока крестьянам недоступно, к сожалению, со временем им будет доступно, но мы всегда будем иметь проблему с дорогами. Нормальный, полноценный внедорожник нам всегда нужен, поэтому, если можно, раму, если можно, сзади пусть останется балка и, конечно, Super Select. Общаясь с представителями Mitsubishi, сейчас на стенде как раз я получил подтверждение того, что у L200 следующего поколения Super Select остается. Это очень здорово. У Nissan проблемы с персоналом, у них очень большая трудность, видимо, возникла с Security. Служба безопасности проморгала и допустила очень серьезный промах. Непонятно, как это могло произойти, но у Nissan почему-то к секретным разработкам был тайком допущен дизайнер. Понятно, что он прорвался через все кордоны. Предыдущие поколения Nissan проходили под работой, под началом людей далеких от дизайна, а дизайнеров, я так понимаю, либо сократили, либо нечаянно расстреляли на заднем дворе. И вот здесь один диверсант обманул всех и он подкрался и сделал, ну, машина, больше всего похожа на Volvo XC60, но тем не менее для Nissan это прорыв. Тем более, у них сейчас как раз была премьера Nissan Note. Понятно, что и там дизайнер пробегал. Работа его, нельзя сказать, что шедевральна. На фоне предыдущего, вот того поколения, которое сейчас сходит со сцены, это шедевр. С точки зрения дизайна вообще нет проходная работа, но сам факт того, что у них не хватает денег на полноценную охрану и к работе иногда прорываются тайком даже такие диверсанты-дизайнеры говорит о том, что иногда нет хода без добра. Любопытно, опять-таки, то, что американцы, многократно пытавшиеся прийти в Европу под совершенно разными знаменами и с разными идеями, фордовцы смогли, но, правда, Генри Форд это делал еще в самом начале становления своей империи, а все остальные так и не смогли прижиться в Европе и сейчас у GM очень грамотный ход назрел, пока он оформлен в виде концепт-кара под названием Cadillac ЕЛР и это ЕЛР это на самом деле Opel Ampere, он же Chevrolet Volt в городе Хамтромаке есть завод в Америке, он простаивает, потому что ни амперы, ни вольты в таких количествах, в которых завод мог бы их производить не востребованы и за эти машины довольно трудно просить много денег, но за Opel просить много денег как-то неудобно, это невежливо, Chevrolet тоже обычно не эталон дороговизны, а вот за Cadillac можно попросить много денег, не стыдно и логично, и гибрид. И гибрид Cadillac ЕЛР они сделали с душой. Они не стали настаивать на какой-то уникальной начинке этого автомобиля и замаскировали его просто под очень хороший, очень грамотный, небольшой, такой злобный, купе-подобный хэтчбэк. И машинка получилась без скидок, интересной внешности. Пока она называется, как носит статус концепта, сейчас на Нью-Йоркском салоне будет заявлено, что она серийная и эта машина имеет право на существование в Европе. И смешно будет, если все усилия Cadillac по закреплению в Европе не привели до сих пор ни к чему, а у ЕЛР получится. Вполне может быть. Цена, конечно, играет роль, но очень правильный ход и замечательно, что они додумались под знамением Cadillac прийти. Tesla, единственный дееспособный на сегодняшний день серьезный электромобиль, показал тоже любопытную машину. Любопытное здесь вот что. Обычно двери крылой чайки, представьте себе, что стоит за этим названием, они адресованы водителю. А здесь три ряда сидений, семь мест и двери крылой чайки, они для пассажиров. Здоровенная штука, но Tesla это грамотные электромобили, делают ребята из NASA. Пробеги тесловских электромобилей, они уже на отметке 300 миль, а это много, то есть запас хода очень большой, и скорее всего эта Tesla тоже станет серийной машиной, пока она называется модель X. Citroen, кстати, показали концепт, вот эта тенденция, как Cadillac ELR, якобы концепт. На самом деле готова серийная машина, у Citroen C4 Picasso готов, он сейчас называется Techno Space Concept. Интересная идеология, нынешние Citroen, они мягкие, у Citroen даже эмблема смягчилась, были два острых угла шевронной шестерни, а сейчас они стали плавненькие, и вот после того, как даже логотип изменился, вдруг происходит перенацеливание на другую аудиторию. Концепт, который Techno Space со временем C4 Picasso готовы уже к производству, эта машина, сделанная в стилистике молодежной, в стилистике угловатой, в стилистике резкой, в стилистике никак не вяжущейся с более мягким по контуру логотипом. Попытка выйти на целевую аудиторию семейных людей, стесняющихся своей молодой семьи. Ну вот папа, а вот красивая жена, а вот двое детей, и под эту хочется еще как-то, наверное, все-таки резвый хэтчбэк, а если ты садишься в минивэн, то ты, наверное, уже старый пень, а вот для этого техно-спейсовский минивэн, резкий, острый, брутальный, прыткий. Очень любопытно, что у французов получится, потому что в такой стилистике они играют редко. Но все-таки им это не свойственно. На любом салоне можно посмотреть еще и на людей. Вот, например, в Женеве этого года на некоторых стендах показывали живого Сергея Слоняна. Он то там засветится, то здесь засветится. Это было любопытно. Нельзя сказать, что это имело очень резонансные последствия, но, конечно, тоже кто-то фотографировал, вот, смотрите, какой там персонаж. А еще можно было на разных стендах обнаружить других более известных людей. На стендере, но каждый год обязательно эпатажный Карлос Гон. Его знают в лицо вся Европа, на него сбегаются посмотреть. Карлос Гон обязательно рассказывает какие-то концептуальные вещи. Его слушать надо внимательно, потому что Карлос Гон умница. Он один за ним многих, кто говорит истины. Обычно все остальные предполагают, а он знает. Он говорит по делу. Карлоса Гона полюбопытствовать, конечно, всегда полезно. А вот Никелаудо, его знает мало кто в лицо. На стенде Мерседеса в этом году с ним можно было запросто сфотографироваться. Очень приятный человек. Никелаудо, он пожилой, у него довольно трагическая судьба. Хороший гонщик, страшная авария у него была. Кто не знает, посмотрите, это австриец очень известный и очень позитивный. Приятно то, что по сию пору он посещает салоны. В прошлом году, кстати, Джеки Стюарта я видел на фордовском салоне. В этом году Джеки Стюарта не было. Возле стенда в ПСА ходит, как правило, интеллигентнейший Филипп Варен. Филипп Варен это наш человек. Фамилия у него на самом деле Варен. Но на французский манер она произносится Варен. Это тот самый умница, который сейчас спасает Пежо. Потому что Пежо, даже несмотря на свою премьеру 2008, он тихонечко тонет, приходится увольнять людей. Большие скандалы, большие выплаты по этим скандалам. Вот Филипп Варен он спасает изо всех сил. Отличается невероятной взвешенностью шагов. Молодец. И на стенде его можно было увидеть, подойти, пообщаться. Он очень открытый. Он всегда очень внимательно слушает собеседника. С ним тоже желающие могли сфотографироваться так же запросто, как с Сергеем Асланяном. А на стенде Джуджара с фотоаппаратом черпал будущие идеи, бурные фантазии и перспективные подсказки для разработок светлого завтра гениальный советский дизайнер Стив Маттин. Тот самый человек, которого пинком взад вышвырнули с Вольво, и он теперь работает на автовазе, прославился. Стив Маттин блистательно главную букву русского алфавита, с которой начинаются все надписи на всех заборах страны, вписал в облик будущих Жигулей. Все-таки не каждая машина с буквы Х у нас начиналась. Стив Маттин смог это сделать, говорит о явном таланте. Вот на стенде Джуджара он тоже аккуратненько смотрел, какие любопытные мысли у конкурентов. Ну и понятно, что блеснет, и перед ними все-таки стоит очень серьезная задача. Ему нужно вписать в облик следующих Жигулей других поколений оставшиеся две буквы, потому что Х он вписал, нужно еще как-то буковку У в лицо Жигулей вписать, и потом буковку И. Ну, Иван Краткий, она же Й. И тогда в музее Автоваза все три концепта эпоху Стива Маттина будут представлять просто блистательно. Ну что ж, давайте поговорим. Телефон 6510996. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы дождались этого момента. Я тоже дождался. 40 минут. 43. Сколько же денег в таком случае съел ваш телефон? Вы же наверняка с мобильного звоните. Да. Петр, вы чрезвычайно терпеливый и, наверное, даже патриотичный. Я три недели звонил. И что, каждый раз по 40 минут? Меня прошлой недели не было, вы зря звонили. Нет, я звонил, я не дозванивался. Это было дешевле. Не дозвониться, это всегда дешевле. Стараюсь постоянно слушать вашу программу, но ни разу не слышал никаких слов про автомобиль Hyundai старых, обладателем которого я являюсь. У вас задний привод или полный? Задний. Ну и как вам? У вас же достаточно длинная машина с разгруженным приводом и получается, что она требует от вас определенной квалификации в управлении. Ведь она же сама-то по колее не идет, если что. Вам же нужно ей траекторию выстраивать. Я ее называю кораблем. Она плывет. Плывет. Я пересел с транспортера Т-4, но их даже сравнивать нельзя, конечно. Совершенно другая машина. У меня даже изменилась манера езды. Вы стали мягче и вежливей. Да, я езжу спокойно, стою в один ряд, хотя когда надо она может превратиться в торпеду. Может. Причем она может даже попасть в цель, как торпеда. Но есть одна проблемка, которая меня не устраивает. Я не знаю из-за чего это. Минус 23 она не заводит. Ну, это дизель, сделанный в соответствии с нашими ГОСТами. А вы, наверное, слышали о том, что у нас с прошлого года ГОСТ требует от дизельного двигателя, чтобы он заводился при температуре минус 12 градусов. Нет, не слышал. А вот у нас было назначено глобальное потепление советского климата на территории всей страны и под руководством НАМИ были разработаны новые ГОСТы, благодаря которым теперь в нашей стране у автомобилей под капотом вечная жара. А у нас с вами это никого не волнует. ГОСТу соответствует? Соответствует. при минус 15 завелась, даже превосходит ГОСТы. Так что, ну а что ж тут пенять-то? Вот НАМИ, там же умные люди сидят, и в правительстве умные, вот они ГОСТы и утвердили. Давайте скажем им спасибо. Поэтому ни один производитель не обязан в принципе стараться делать вам машину лучше, чем заложено по ГОСТу. Правда, сертификаты требуются по минус 25, но сертификат сертификат почему должен противоречить ГОСТу? По ГОСТу все шито-крыто. Шикарная машина. Причем это корейская машина. Может быть H1, который завозят сюда, ну в России она H1 называется, может быть она и заводится. Ну, иногда заводится, иногда нет. По-всякому бывает. Довольно часто, что при минус 25 нет, не заводится. А, кстати, вот у вас по салону у вас средний, у вас вот второй, третий ряд, он прибит насмерть или туда-сюда можно его подвинуть? Все ряды двигаются. Потому что у нас комплектации приходили одно время, у которых третий ряд был прибит насмерть, чтобы люди не оставались без багажника. И это было абсолютной катастрофой, потому что а что делать-то? Сейчас я прервусь на новости, а потом вернусь поговорить с вами. Продолжаем разговор. Телефон студии 65 10 9 9 и 6. Надеюсь, что это Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Сергей. Вы тоже очень верно и трепетно слушали все это в своем телефоне, видимо. Более чем. Кошмар какой. Я это все прочитал у вас на строительке в Фейсбуке, очень интересно. Даже картинки посмотрели. Обязательно, даже комментарии оставил. Спасибо, приду, почитаю. Да, немного. Сергей, подскажите, пожалуйста, мы там же в Фейсбуке с вами успели пообщаться и беспокоен приятным выбором автомобиля и никак не могу прискакать к какому-то единственному варианту. То есть, на выборе Accord и Mercedes C-шка но пугает очень низкий клиренс. При том, что езжу я достаточно правильно, то есть, по правилам стараюсь, не гоняюсь, но езжу по Подмосковью. Но более старшие поколения, в том числе и друзей, говорят о том, что пора пересаживаться на что-то наоборот более высокое и полноприводное. Вот выбор не технический, а вот такого плана, скорее даже практичного. При том, что, конечно, душа лежит к седану, но кажется, что кроссовер в данном случае более верное решение. Не могли бы вы... Дмитрий, во-первых, мы с вами прекрасно понимаем, что, несмотря на все подвиги товарища Собянина, снег чистить перестали, а в области даже не начинали. Поэтому, конечно, кроссовер нам с вами важнее, полезнее, и он действительно нас вывезет. А вы сейчас уже переходя тихонечко от любимых седанов к пока не очень позданному и понятному кроссоверу, на что-то уже посмотрели. По цене, по размеру. CR-V Но CR-V она по дорожному просвету несколько уступает джигулям. На фоне CR-V жигули это джип под названием в натуре, а CR-V это так, была лайка. На ней, конечно, тоже можно ехать, но дорожный просвет у нее, мягко говоря, пузом по земле. Поэтому Camry не сильно проигрывает CR-V по геометрической проходимости. А Accord? Да и Accord тоже, потому что, ну у вас там по-моему 165 миллиметров у CR-V надо посмотреть, линейку померить. 12 сантиметров. Сколько? 18 прописано. Прописано, да. Я вот эту машину где-то через пару недель на тест возьму. Специально хочу полазить по Подмосковью, посмотреть чего и как, но низковата она, хотя, конечно, перед Accord более выигрышна. Но кроме CR-V ведь у нас еще других автомобилей не менее интересных. Тем более, понятно, что вы, значит, где-то в 2 миллиона пытаетесь уложиться по цене. Примерно. Даже низ. 1,7. Ну, 1,7 не особо получается. А если вы вот себе даете, например, установку, что так уж и быть и ех, 2 миллиона, то это Туарег. Понятно. То есть, понятно, понятно. То есть, все-таки вы считаете, что правильнее купить для Подмосковья машинку не седан, не плана седана. Да, Дмитрий, мы с вами обречены жить в условиях бездорожья, и это бездорожье нам с вами будут усугублять, начиная от пожизненной кривой Красной площади и заканчивая дальними окраинами. Хотим мы этого или нет, мы страна полного привода. И Туарег, как один из самых универсальных автомобилей вообще в принципе на планете Земля, он подходит больше в любой комплектации. Хотите на пневме, пожалуйста, с дизелем, да, пожалуйста. Он грамотно сделан, он разумно создан. Конечно, у него, как всегда, зверская цена обслуживания, чудовищная стоимость владения, но это уже особенно с дилерской сети, не имеющей отношения к конструкции. А вот рациональный подход, самый правильный это Туарег. За 2 миллиона можно взять, не знаю, джип Гранд Чироки. Даже круто, знаете, так небрежно. Да у меня джип. И ведь действительно вышли, посмотрели, сказали, Дим, а у тебя джип. Действительно, джип. Туарег правильнее. Спасибо, Сергей. Спасибо вам. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот давно слушаю вашу передачу, мне она очень нравится. Спасибо. Слишком вы мало говорите об американских машинах, особенно хорошо о них не говорите. Вот я езжу на Dodge Intrepid уже шестой год, двигатель у меня там 3,5, 247 лошадиных сил. А какого года ваш Intrepid? Ну, я его покупал двухлетним, просто не было свежих. 2004 год. Замечательный аппарат. Да, вот, у меня к нему претензий практически нет, и не было никогда. Ну, единственное, что, когда я ездил в такие города, как Казань, где в Чебоксарах практически нет дорог, то есть, вот, в этих регионах, и дальше Белгорода, там тоже, можно сказать, направления были, по крайней мере. Вот, и я понял, что надо чуть повыше машину. Вот, хотел бы узнать о свежем, ну, не свежем, а, можно сказать, новом Dodge Durango. Не знаю, вот, как-то мне очень нравится именно дизайн и аткетичность Dodge. Он красавец, конечно. Но у Durango, он, с одной стороны, действительно будет выше, чем ваш Intrepid, но не забывайте, что Durango теперь уже это очень большая легковая машина, полностью независимая подвеска, то есть, у нее там сзади нету балки, как первый Durango, который был сделан все-таки, как послесловие к Dodge Ram, то это уже, конечно, не Dodge Ram. Но Ram-то с 2010 года идет на пружинной подвеске, что, ну, несколько снижает брутальность его. А Durango сам по себе, он фантастически привлекателен внешне. Да. Вот сколько лет вы будете ездить на этом Durango, вот столько лет за вами будут по чебоксарам бегать мальчишки и тыкать пальцем и кричать, смотрите, смотрите. Особенно вот эта комплектация, которая Durango Цитадель современная, потрясающая. Вот смотришь на эту машину и понимаешь, что, ну, невозможно не влюбиться, нельзя ее не взять. Залазишь снизу, понимаешь, да, надо быть осмотрительным, потому что имидж, конечно, все, но если жажда, можно и описываться. Да, 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 и вот такой вопрос, видите, по бюджету, он, значит, новый будет стоить 2 300, 2 500. Да. Может быть, что-то другое. Вот, например, одноклассник, я так понимаю, это Тахо. Ну, у Тахо вы, с одной стороны, выигрываете в некой прочности, потому что сзади у вас будет помощнее, посерьезнее. Тахо при этом все-таки утюг, потому что Дюранга это как всякая легковая машина, теперь уже легковая машина, на нем ездить будет гораздо приятнее. И он, вот, он, вы переплачиваете заметно, но Дюранга будет отныне и во веки веков эксклюзивом, которым вы сможете гордиться. И вот сколько вы будете на нем ездить, столько на вас будут смотреть не как на бандита, а как на человека, который просто выбрал себе классную вещь. Вот как хорошо пошитый костюм, неважно из чего он пошит, может быть, из недорогой ткани, но сидит-то как. Значит, и портной был молодцом. А на Тахе едете, ну, понятно, что, да, бандит с годами, решил купить себе более крутое хваленый, то предпочтительней. Предпочтительней между чем-то. На дальнее расстояние, вот, по ходовым качествам, ну, по всему, все-таки пересесть на немца, то есть, я как-то к ним отношусь предвзято, но, ну, просто все, все на них ездят, а мне не нравится, когда все, хочется, когда не все. Тогда возьмите Дюранга, потому что, конечно, Туарек, он сделан очень грамотно, и он еще более легковой. На дальнее расстояние важно, чтобы поясницу не ломило, чтобы дорогу было видно, и чтобы вы не задумывались над участью колеса после того, как попали в яму. И как раз немец-то это позволяет все преодолевать без эксцессов и без ударов по нервной системе. Он и под это как раз и сделан, потому что немцам, создававшим Туарега, в голову не приходилось, что кто-то будет суетиться по Берлину на этом аппарате. Они подразумевали, что сел и поехал далеко, потом спрыгнул с дороги и начал красться по горам, по долам, по лужам. Но после американца это смена идеологии. Немец он прагматичней, немец он сделан по-другому, он молодец. Но в американце вы будете себя чувствовать в понятной среде, в логичной среде. А если вы еще позволите себе подвиг под названием Дюранга, даже я вам скажу спасибо за продвижение этой машины, поскольку он красавец. Потому что про это Рэпид вы никогда не говорили, но, наверное, только из-за того, что серию, на которую я езжу, практически выкупила полностью канадская полиция. То есть я вот читал в интернете, и вот они там пишут, что вот с 3,5 полиция ездит, а 2,7 на Европу кинули, и пошли отзывы по... там заводской брак был по двигателю. Там, кстати, много было проблем, и в Европе эта машина вообще не популярна, мягко говоря, за своих размеров. Хотя с дорожным просветом в Европе есть самое место. Но Интрепет, он же под другими своими псевдонимами в целом не самый популярный аппарат, и поэтому ну что про него говорить, вот вы единственный Юрий, который ездит на этой машине. А вот когда вы будете ездить на Дюранге, Дюранга Цитадель, причем светлого цвета, не темный, не черный. Ну и не белый, да? Или можно белый? Если понравится, просто посмотрите, белый, все будут, смотрите, вы сейчас не негр, а потом не негр, нормально все, да, все хорошо. Просто как вот по Москве вот ездить, я живу под Москвой, езжу в Ясенево, я работаю, у нас там база. Знаете, как все мы, ездить на том, что нравится, и мириться с тем, что оно запачкано. Не забудьте завернуть в пленку свою покупку, чтобы у вас не было ни одной царапины на кузове, потому что машина широкая, большая, у нас есть одна единственная фирма в Москве, которая делает грамотно и заворачивает ее целиком, и вот вы будете на ней ездить лет, наверное, 10, потому что она вам не надоест, и вас она не подведет, и за эти 10 лет у вас ни одной царапины на кузове не будет. Ну, немаловажный такой, чисто потребительский штрих. Ну, попробуем Максима, хотя, конечно, секунды истекают. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Сергей. Очень рад, что я дозвонился, до вас никак не мог на Маяк позвониться. Хотел вас уточнить, планирую взять Мерседес ГЛК. Стоит ли это делать? ГЛК? Ну, только не берите его с хваленой системы Комаунт, в которой идиотский навигатор, плохая музыка и непонятные мультимедиа, но сам по себе Гелендваген Лайт Курц машинка грамотная, особенно если вы рискнете взять ее с дизелем. С дизелем это классный аппарат и по секрету вам скажу, Максим, это даже внедорожник. На этой машине можно ездить там, где остальные рубятся на УАЗах. Просто это не очень принято. Среди владельцев ГЛК это редкий сценарий, но машина это позволяет. У нее система полного привода реализована именно так, чтобы немец спокойно съезжал, в том числе и на русский буерак. То есть аппарат достойный и вот сейчас после рестайлинга там определенные проблемы были устранены. Он не вечен и нельзя рассчитывать на то, что Мерседес он заговоренный, но классно придуманный. На сегодня все. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok